всем привет сегодня у нас будет обзор коляски бугабу buffalo но это не я буду делать обзор а можно сказать профессионал своего дела мой муж так что переходим к нему я не профессионал я просто любитель коляска бугабу buffalo начнем с технических цифр производства голландия вес коляски 11.9 размеры люльки 30 на 74 колеса передние у нас и задние нас передние у нас получает 25 дюймов задние нас 30 дюймов шасси у нас 60 сантиметров коляска сложенном виде ширина длина высота 54 88 и 34 кратком расскажу как мы ее эксплуатировали и почему выбрали именно эту коляску во первых это коляшка очень безопасно для ребенка и она с точки зрения медицины очень полезны для ребенка сразу хочу показать что именно в неполезного когда мы поднимаем матрасик то мы здесь видим деревянное основание то есть ребенка на твердом плоском основании и и позвоночник у ребенка развивается правильно плюс идет вот такой матрасик комплекте на который мы его что-то надеваем пеленочку он не очень прям толстый но мягенький ребенку комфортно далее хочу сказать сразу что здесь у нас еще находится. Здесь такие липучки. Это все у нас отстегивается, люлька полностью вся разбирается и полностью все это снимается. Здесь по периметру можно видеть такие липучки. Для чего я вам чуть позже расскажу. Чтобы коляска не каталась, здесь также есть у нас стопы. И мы сейчас его нажмем, чтобы она не каталась. Помимо того, что у нас лежит в основании, у нас есть козырек. Козырек у нас легко съемный. Вот так достаточно одним нажатием руки и он снимается. При этом козырек у нас еще меняется. Это у нас такой, скажем, сезонный вариант. А есть еще летний вариант, у которого есть разные отверстия вентиляционные, у нас он тоже есть в комплекте. Одеваться также элементарно просто. Я сейчас от себя еще добавлю, почему мне понравилась эта коляска именно капюшон. Смотрите, как он низко, видите, опускается. И когда, знаете, вы ходите из подъезда, все хотят посмотреть, кто же там у вас родился. Но нет, тут-то было. Колясочка-то вон как закрывается. У нас другие коляски очень мало. Какие так закрываются, дальше у нас капюшон так закрывается. И посмотри вот сюда вниз, тут есть такая, видите, еще, как сказать, козыречек тоже, да? Ребенка вообще не видно. Это вот очень клево. А теперь продолжаю я. Выбираем козыречек и приходим к ручке. Здесь у нас такая есть ручка, при помощи которой можно поднять практически всю коляску. Если вы сильный, здоровый мужчина или если вы очень сильная, здоровая женщина, то вы ее можете поднять одной рукой. Коляска есть 11,9. Это без ребенка и без всего. И куда-то надо ее перенестили поднять. Иногда это удобно. Одной рукой подняли и куда-то ее поставили. Сама ручка легко отстегивается. Вот здесь есть такая кнопочка, ее нажали и вот часть вы убрали. Также со второй стороны такая же кнопочка есть. Можно вообще ее отстегнуть и полностью убрать, например, туда вот вниз, чтобы вам не мешало. Далее у нас идет такая вот здесь ткань, при помощи которой мы прикрываем все ребенка. Расстегнули ее частично, ребеночек все положили. Здесь, смотри, у нас кармашки, собственно, здесь лежит. Здесь какие-то у нас надписи на разных языках. Вновь у нас здесь куча разных надписей, из чего сделана коляска. Вот этот материал хорошо вентилируется и он очень приятный на ощупь. То есть это не просто синтетика. Саму вот эту прикрывашку, которую закрывает ребенка, ее можно полностью снять. Здесь два замка на молнии, вот видите, собачка. Сюда надели, например, вот эту молнию, расстегнули полностью и она, соответственно, полностью снимается. И можно отправить в стирку, например, что-нибудь там постирать, если вдруг запачкали. По кругу у нас идет вот здесь алюминиевое основание, которое прикрыто вот таким приятным материалом. Чтобы увидеть, что здесь алюминия, вы можете видеть вот там кусок здесь алюминия идет. Далее переходим к самой ручке катания коляски. На ней здесь есть такой материал, приятный очень для руки. Очень удобно держать, рука в ней не потеет и от долгого хождения у вас рука не выстает. Также, когда вы катаете и укачиваете ребенка, можно держаться так, а можете держаться вот за эту ручку. И можно вот так вот раскачивать. Или надеть просто на руку, чтобы у вас коляска случайно не скачала с руки. То есть все сделано для безопасности. Я постоянно эту штуку и она использовал. Ручка также регулируется по высоте очень просто. Отстегнули один элемент, отстегнули второй элемент и она очень просто и легко двигается. При этом качество, вот вы чувствуете, как она двигается. То есть, по ощущениям, все материалы очень качественные. И на ощупь все очень гладко и приятно рукам. Отрегулирую нужную высоту, зафиксировали и все, гуляйте с нужной высотой. Вот эти крючки я использую, когда что-то надо повесить сюда. Они с двух сторон. Далее у нас вот такие кнопочки. Для чего они нужны, сейчас я вам покажу. Чтобы сложить коляску, нужно нажать вот на эту кнопку. Нажали на нее и потянули вверх. С двух сторон. Это такая некая блокировка. Но прежде чем я покажу вам, для чего эти кнопочки, сначала мы снимем люльку. Мы обратно втыкаем нашу люльку. При этом люльки все здесь механизмы, видите, поворотные. Вставили один, вставили второй. И чтобы нам снять, нам нужно нажать вот эти два механизма. Эти механизмы с двух сторон. Я на них нажимаю рукой, и у нас люлька идет вверх. Она очень легко поднимается, она легкая. Смотрите, есть такие же подножки, видите, чтобы вы ее могли поставить и не испачкать. Дальше, чтобы сложить саму шасси, мы нажимаем вот эти кнопки, которые я говорил ранее. Здесь блокировка черная идет. Нажали на них, потянули вверх, сложили это все. И вот, пожалуйста, у вас расположилось. Шасси весь в районе 8 килограммов. Раскладывается она также элементарно и просто. Можно даже разложить одной рукой. Взяли вот эту ручку, приподняли вот так вот. Все, шасси у вас разложено. И чтобы было легко и просто попасть люлькой, здесь вот такой вот механизм, очень грамотно продуман, он как паз. Вы не промахнетесь, если мимо или вправо-влево, он все равно по направляющей зайдет туда. Сама люлька имеет трансформацию. Вот эти липучки, которые я вам ранее говорил, они все отстегиваются, и у нас сама люлька вынимается, превращается после этого в сидушку. Сейчас я вам кратко покажу, как выглядит сидушка. Вот так у нас выглядит сама сидушка. Здесь много разных ремней, чтобы можно было отрегулировать и пристегнуть ребенка. Здесь у нас для ножек место, здесь для попы, здесь у ребенка голова. У нас сама люлька с деревяшкой вынимается полностью, целиком, и остается вот такая вот эта рама. И вот на эту раму надевается у нас вот так вот получается сидушка. Вот так мы ее надели, пристегнули. Везде такие же есть липучки по периметру, по периметру притягиваются. У нас сама эта конструкция, она подвижна и может наклониться. Сейчас покажу. Как вы видите, я все быстро просто делаю. Чтобы наклонить механизм, вот здесь у нас находится такая кнопка. Ее тянете на себя, и коляска у нас нагибается. Все, зафиксировалось. И получается, вот ребеночек сидит, вот здесь ручками держится, он пристегнут, и вы свободно катаете. При этом саму люльку коляски вы можете поставить или к себе передом, или резервнуть и поставить на ту сторону лицом. Очень удобно, классно и быстро. Колесики здесь у нас полностью про резины, но при этом здесь есть отверстие под поднипели. То есть, возможно, коляска конструктивно рассматривает для себя пневмокамерные покрышки. Но в этом нет необходимости. Коляска, несмотря на свою жесткость, ребенок в ней очень хорошо, комфортно себя чувствует, хорошо засыпает. По поводу укачивания, если вы спросите, не рассказала про укачивание. Очень просто. Видите, все качается. То есть, надо поукачивать ребеночка, вот так такое движение делаете, здесь специальный подвижный механизм, и ребенок укачивается. Все просто. Передние колеса стопорятся тоже. Может, прямо стопорятся. Когда вы укачиваете ребенка, у вас коляска постоянно двигается. Вот эти колеса все вращаются, неудобно. Опять же, это можно исправить. Застопорили вот так вот передние колеса, они стали ровно, и все, и колеска у вас никуда не уезжает, и постоянно ровно катается. Спокойно укачивали ребеночка, разблокировали, и пошли куда-то гулять. Минус хочу сказать с моей стороны, вот мне не нравится вот эта сидушка, знаете, чем? То, что он, ребенок будет находиться все время в сидячем положении. Даже если вы его сделаете наклон лежа, он будет все равно вот в таком состоянии, как на стуле, понимаете? Он ровно не будет лежать. Ноги будут вот как на табуретке. Полустогутая. Вот эта вот часть, да, получается как табуретка. Она не сгибается. Да, она не сгибается, вот видите, она не имеет никакого механизма складного. То есть, если ребенка вы опускаете спать, грубо говоря, вот ребеночка у вас восстал, опять потянули этот рычажок, опустили его, он у вас лежит, но ножки идут немножко кверху. То есть, получается, не то, что прям кверху, то есть, уклон-то есть у ребенка. То есть, получается вот, где-то здесь 45 градусов в таком состоянии. То есть, выпрямить он их не сможет. Минус это или не минус, удобно это или неудобно, решать вам. Вы все видите и сами принимаете решение. А вот смотрите теперь, почему здесь ребенок быстро засыпает? Нам до этого говорила бывшая владельца этой коляски, потому что новых не продается, мы взяли БУ. Смотрите, как удобно. Коляска едет, вот, да, где-то кочки. У нас есть свадьба в Москве не идеальная. Бордюр и все такое, вот она, едет и уже сама по себе качается. Даже если вы будете ехать, вот, ну, как куда-то, тут ровная поверхность, а если где-то, даже вот так просто идешь, она уже качается. И это не конструктивная недоработка, а это именно так специально запланировано и сделано. Чтобы люлька качалась. И чем еще нравится люлька, по сравнению с другими колясками, она большая, она длинная. Может, другие очень маленькие, такие короткие, мне кажется, там ребенку месяцев до трех максимум. А здесь до шести, вот сейчас даже осенью, в теплой одежке можно поместиться. Мы еще не сказали про вот сам отсек под разные вещи. Туда удобно положить что угодно, он достаточно большой. И здесь еще у нас есть такой карман, который можно что-то кладить, чтобы ничего не выпало. Все это с резинками, с сетками. В принципе, вот это, наверное, стандартно, как и у всех колясок. И при этом вот тоже можно отстегнуть его на этих липучках, постирать и обратно положить. Или вообще убрать. Плюс этой коляски, когда у меня подруга стала ее катать, она говорит, нифига, как Бэхо управляется. Но она по правде, она маневренная. Смотрите, только одной рукой. И так же вы с ребенком можете. Почему? Это ручка. Коляска достаточно легкая. Она даже с ребенком, у меня один раз, я вот так отвернулась, ветер подул, и она чуть-чуть покатилась. И раз, поэтому вот так и носите. Раз, мотиву вот так катаете. Или просто даже держите, если ветер какой-то. Поэтому лично, как я, папа и владелец этой коляски с моей супругой, могу сказать, что коляска бомбовая. Нам нравилась. Мы ее управляли, кайфовали уже на протяжении пяти месяцев. И скоро придет время с ней расставаться. Ну, а с вами был муж Ольги Ласточки. Зовут меня Алекс. Про что, кто не знает, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, все вопросы. По вопросам коляски можете писать Оле в Инстаграм. Также ссылка на Инстаграм снизу. Ольга ПМС.